Музыка Летом 2012 года на Кубани произошло самое разрушительное наводнение в городе Крымске. В результате беспрецедентных ливней поднялся уровень воды в реке и в городе Крымске произошло наводнение, которое унесло более 170 человеческих жизней. И привело к разрушению большого количества жилых домов, то есть большое количество пострадавших было. Хотелось бы сказать, что уже по результатам международной группы ученых, которые исследовали данное явление, они пришли к выводу, что данные ливни были спровоцированы глобальным изменением климата. Температура воды Черного моря поднялась высоко, и поэтому испарение с поверхности Черного моря превысило 300%, то есть в три раза больше допустимого для данного периода. Водяные пары, которые сконденсировались, они выпали, и в районе города Крымска количество осадков превысило допустимый в 100 раз. И в результате этого вода поднялась, и казалось бы, на предгорьях Кавказского хребта произошло такое сильнейшее наводнение, которое привело к таким плачевным событиям. Водитель одного из большегрузных автомобилей, который шел по дороге, отвлекся на какое-то мгновение для того, чтобы подключить сотовый телефон. И вдруг он увидел стену воды, которая идет на него. Машину, представьте, машина весила десятки тонн, груженная, ее как щепку бросила и размолотила. В общем, короче, он разбил стекло монтировкой и сумел выплыть, каким-то образом зацепившись за ветку дерева. То есть остался живмашина, там груда металлолома осталась. То есть это говорит о силе стихии, которая была. Одновременно с Крымском произошли наводнения и в Еленжике, и в Новороссийске тоже были человеческие жертвы. Люди не были предупреждены заранее, а предупреждались уже непосредственно перед наступлением такой трагедии, ночью. Многие не отреагировали на это, многие не слышали. И поэтому это привело к большому количеству человеческих жертв. Но обращать внимание на то, что на следующий же день в город Крымск приехали первые волонтеры. То есть те люди, которые по зову сердца из других районов края приехали для помощи пострадавшим. Люди без всякого напоминания или просьбы, от кого бы это ни было, скупали продукты по всему краю, скупали воду, привозили все необходимое для пострадавших. Были организованы пункты приема гуманитарной помощи, и это работало. Мой сын тоже принимал участие в ликвидации последствий, потому что, можете себе представить, какое количество домашних животных погибло в этой катастрофе, сколько тысяч тонн грязи заполнили улицы, дома, дворы. Не только воинские части были сюда стянуты для этой цели, милиция, МЧС, но также и люди по зову своего сердца организовали частное предприятие, направляли свою технику для того, чтобы разобрать развалины, очистить дороги, улицы, произвести захоронения. Все это делали люди. Были проведены споры средств, сборы гуманитарной помощи. То есть люди пытались, вернее, сдавали все необходимое. Что необходимо, значит, сами отвозили, без напоминаний, без каких-то просьб. Сами везли туда волонтеры, были десятки тысяч людей, которые приезжали и занимались ликвидацией последствий. То есть всем миром ликвидировали такое грозное, последствия этого грозного явления. Строительная организация, у которой было много техники, строительной техники, землеройная машина, экскаваторы, грейдеры, они в срочном порядке сняли, остановили свои работы по строительству домов, объектов и все свои силы и средства направили на ликвидацию последствий. То есть люди не смотрели на то, что несут значительные убытки в плане своего личного частного бизнеса, а занимались ликвидацией последствий. И люди находились там ровно столько времени, сколько это было необходимо для ликвидации последствий. То есть когда им сказали, что все, ребята, вы здесь больше не нужны, они оттуда уехали. Представьте себе, какая организация должна быть организована работой. Это же поехали, допустим, несколько десятков человек с техникой. Это доставка техники на эти объекты. Далее, значит, это размещение своих сотрудников. Это надо их накормить. Необходимо, значит, обеспечить им достойный отдых, даже после такой работы. А работать приходилось им чуть ли не 24 часа в сутки. То есть многие. И, в частности, даже в том случае, что они работали в антисанитарных условиях, необходимо было организовать и вакцинацию их, и массу других мероприятий. И таких случаев было очень много, значит. Ну, допустим, можно другой такой частный случай, когда русская православная церковь собрала, значит, свои пожертвования, свои несколько десятков, сотен тонн продовольствия, все, значит, они туда привезли и распределяли среди пострадавших. Местные священники помогали людям абсолютно бесплатно, помогали при захоронении жертв, помогали при ликвидации последствий. То есть это такие вот моменты, которые говорят о объединении людей перед лицом стихии, перед лицом такого вызова, который бросил в обществу. То есть всегда мы забываем о том, что, казалось бы, каждый смотрит только в свою сторону, да, в свою семью, там, и все остальное. Но когда появляется общая боль, общая какая-то утрата или какой-то вызов природа делает, или природа, или что-то еще, то люди объединяются. Даже неизвестно, ну, никто не анализировал, допустим, такой момент. Почему люди такие? Ну, вот люди умеют сострадать друг другу. И это еще не все потеряно в этом виде. Люди помогают друг другу. И я привел этот пример такой, потому что это было наиболее показательно на тот момент. Ну, это был реальный случай, когда люди всем миром объединились и смогли ликвидировать последствия страшного стихийного бедствия. Ну, можете себе представить, что город стоит на равнении, и вдруг вот такая волна идет, которая слезала, стерла. Ну, я не помню статистики всей там, которая была. Я по памяти вам сейчас рассказываю, фактических материалов, значит, у меня нет четких данных. Поэтому, но, в принципе, то, что у меня возникло в памяти, я вспомнил. То, что мои друзья, допустим, как они собирали эти средства, как у нас в городе, просто скупили магазины Ашан, лента, там, магнит, то есть все туда вытащили, выкупили, и все вывезли в этот город. Это факт, который был. У нас было таких явлений, когда люди спасались на крыше, и дома-то разваливались, и соседи друг другу помогали, не только сами спасались, но и спасались друг друга. Был накоплен опыт ликвидации и предупреждения. Потому что в этом же году были еще такие же наводнения вот на территории Краснодарского края, на побережье, но там уже и администрация, и МЧС. И все сработали очень хорошо. То есть заранее были предупреждены все, когда появилась угроза наводнения, то есть люди были предупреждены. Из всех низинных зон людей были вывезены. И также очень быстро среагировали на ликвидацию последствий. Поэтому тут же еще можно сказать и о том, что люди учатся на своих ошибках. Мы же как жареный петух не клюнет, это или другой, наверное, ром не грянет, потому что человек не перекрестится. Можно сказать, более литературная пословица. Но принцип какой? Это действительно так. И люди не верят. Живя в определенном спокойном месте, в спокойной обстановке, они не верят, что может произойти что-либо. И потом население ведь мало информируется. Даже доклад, который был выпущен, я лично давал многим читать его. Многие просто посмотрели на него и отложили в сторону. Потому что не хотят читать. Знаете, как позиция Страуса. Не знаю, и мне живется легче. Но есть такая же еще пословица. Предупрежден, значит, вооружен. Если бы люди задумывались над тем, что может произойти, и что это реально, и прониклись тем моментом, что это действительно реально, что уже отступать дальше некуда. Не то, что отступать даже. Надо не поменяться. Надо каким-то образом готовиться к этому. Но не с точки зрения материальной, хотя бы с точки зрения духовной, то есть культурной даже можно так выразиться, что люди должны больше уделять внимание друг другу. Должны быть человеческие взаимоотношения. И они должны проявляться не только в экстремальный период, но и повседневно. А когда, знаете, как подвиг. Подвиг совершается один раз. И это в данный момент это максимальное напряжение всех человеческих сил. А вот есть такая еще поговорка. Подвиг — это не тогда, когда ты совершил какое-то действие и получил награду. А подвиг — это когда ты прожил всю жизнь хорошим человеком. Вот это реальность того, реальность нашего мира, что тяжело прожить жизнь, оставаясь все время хорошим человеком. Хотя это надо сделать. Как сказал Игорь Михайлович Данилов, именно люди своим выбором и как раз своим выбором, кому служить, дьяволу или Богу, они приближают или отдаляют конец света. От людей зависит многое. Некоторые люди сомневаются в конце света. Но на сегодняшний день может сомневаться разве что глупец или тот, кто не видит, что происходит за окном. МЧС «Напрошу» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Приходишь к осмыслению того, что сейчас необходимо объединение людей, объединение на духовных принципах, но с позиции тех знаний, которые нам стали известны, люди должны жить по-людски, изучать то, что им надо, и жить, начинать по-новому. То, что касается единения нашего. Для этого сейчас масса информации. Она выкладывается на сайте АЛЛАТРА ТВ, на других сайтах, книгах есть. Масса передач, масса литературы. Бери только, работай над собой, читай. У каждого свой выбор.